Был же иудейский праздник Пасха, и Иисус пришел в Иерусалим. А в Иерусалиме около так называемых овечьих ворот находилась купальня, названная по-еврейски, что означало Вефезда. Около же этой купальни лежало большое множество больных, слепых, хромых, которые ожидали, пока будет движение воды. Потому что ангел Господень время от времени сходил в купаль. И, начав движение воды, и кто первый успевал войти после того, как вода была им движима, в тот же миг выздоравливал от той болезни, какой бы он ни страдал. И там же был один больной, страдающий 38 лет. Иисус, увидев его лежащим и узнав, чем он болеет, говорит ему, «Хочешь ли выздороветь?» Больной отвечает ему, «Да, Господи, но нет человека, который бы меня довел бы до купальни. А когда вода начинает двигаться, я же, когда прихожу, другой сходит уже прежде меня». Иисус ему говорит, «Встань, возьми постель и ходи». И больной же в тот час выздоровел и, взяв свою постель, пошел. А был же день субботний. А был же день субботний. И, увидев все это, иудеи думали между собой, «Суббота, ведь в субботу же нельзя делать никакой работы», говорили они друг другу. Так же они и говорят исцеленному, «Как ты можешь в субботу делать какую-либо работу?» А он же им отвечает, «Тот, кто меня исцелил, он же мне и сказал, «Возьми свою постель и ходи». Фарисеи же спрашивают его, «Кто это человек, который тебе сказал, «Возьми свою постель и ходи». Но исцеленный не знал, кто он, потому что Иисус ушел из-за большого множества толпы, которая была на том месте. А Иисус, поняв, что задумали иудеи, говорит им, «Мой отец работает, и я делаю все, что он делает». И тут же иудеи еще больше обозлились на Него и все больше хотели найти случай, чтобы его погубить, из-за того, что он нарушал субботу, но и называл Бога своим отцом, приравнивая себя к Богу. Иисус говорит же, «Истинно, истинно говорю, сын ничего не может делать сам от себя, если не видит того, что делает отец, потому что, что делает отец, делает и сын, потому что отец любит сына и показывает все то, что сам делает, и покажет ему дела значительнее этих, чтобы вы удивлялись. Потому как отец воскрешает мертвых и оживотворяет их, так и сын оживотворяет всех тех, кого желает, потому что отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. И чтобы все почитали сына, как почитают и отца, который не почитает сына, не почитает отца, который его послал. Он же им говорит, «Тот, кто слушает слово Мое и верит в того, кто Меня послал, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Истинно, истинно говорю вам, грядет час и пришел уже, когда мертвые услышат голос сына Божьего и, услышав его, оживут. Потому что как отец мой имеет жизнь, так он и сыну дал жизнь и дал ему власть судить, потому что он есть сын человеческий. Не удивляйтесь тому, кто Я говорил, ибо идет час, когда все в гробах услышат голос сына Божьего и воскреснут. Те же, кто делали добро, воскреснут для жизни вечной, а те, кто вершили какое-либо зло, воскреснут для осуждения. Также Иисус говорит фарисеям, «Исследуйте Писание, потому что через Него вы думаете иметь жизнь вечную. И они говорят обо Мне, но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Я пришел во имя Отца Моего, и Меня не принимаете, но придет другой, в свое имя, Его вы примете. Не думайте, что Я вас обвиняю перед Отцом. У вас есть другой обвинитель, Моисей, на которого вы уповаете. Потому что если бы вы поверили Моисею, вы поверили бы и Мне, потому что Он писал обо Мне. И если же не верите Его словам, как поверите Мне? После чего Иисус пошел на другую сторону Галилейского моря, то есть Тивериадского. За Ним следовало множество народа, потому что видели Его чудеса, которые Он делал над больными. Иисус сел там со Своими учениками. Приближалась Пасха, праздник иудейский, и Иисус, увидев множество народа, идущего к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлеба, чтобы все они ели?» Спрашивал это для того, чтобы проверить, но сам же знал, что хотел сделать. Филипп отвечает, «Нам не хватит 200 динариев». Другой же ученик имени Моан Андрей, брат Симона Петра, говорит, «Здесь у одного мальчика есть пять хлебов и две рыбы». «Ну что это для такого большого количества народа?» Иисус говорит, «Пусть они все сядут». И тогда они сели, и насчиталось где-то около пяти тысяч человек. Иисус, взяв хлеб, раздал ученикам, а ученики сидящим, так и рыбу брал каждый столько, сколько хотел. И, насытившись, говорит, «Соберите оставшиеся, чтобы ничего не пропало». И из этих пяти хлебов наполнили еще двенадцать корзин, оставшихся для них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова